Валерий Сергеевич, Вы получили грант президента. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, за что? Какой это проект? Что за научная работа? Проект направлен на совершенствование методики оценки минерально-сырьевого потенциала по месторождениям на территории Центрального федерального округа и других регионов Российской Федерации. Он является продолжением исследований, которые начались еще в 2017 году, когда я получил грант президента для молодых ученых-кандидатов наук. Эти исследования были преимущественно на базе Центрального федерального округа и территории Брянской области. А продолжение этих исследований — это районы нового освоения, в частности, Республика Саха-Якутия, в которой я защищал докторскую диссертацию. В основном, те разработки, которые в рамках гранта будут получены, направлены будут на то, чтобы оценить экономически минерально-сырьевой потенциал этого огромного и подчас неизведанного региона. Грант составляет 1 миллион рублей. Насколько действительно для вас это существенная поддержка? Как вы оцениваете? Это следствие, с одной стороны, того, что мы выбрали правильное направление работы, и исследования продолжаются. Соответственно, нам потребуется выпустить публикации по данной тематике, монографии, которые будут содержать результаты наших научных исследований, опубликовать научные статьи в международных рецензируемых журналах, разработать программные продукты, разработать соответствующие базы данных. Чтобы всю эту работу выполнить, весь этот комплекс, на это как раз и будет направлено финансирование. Потребуется также приобретение оборудования для выполнения научных исследований. Валерий Сергеевич, это конкурс для молодых ученых. Вы можете немножечко рассказать о себе? Сколько вам лет, когда вы занялись научной деятельностью? Мне 31 год. Докторскую диссертацию я защитил в 29 лет. Это, пожалуй, следствие целого комплекса исследований научных, который включал в себя и публикацию статей в рецензируемых журналах, и написание монографий. На данный момент у меня более 100 печатных работ, которые включают и публикации в международных журналах, и книги, которые посвящены этой тематике. Валерий Сергеевич, хотелось бы вам задать такой интересный вопрос. Обычно его задает один известный искусствовед, музыкант, и задает он его Нобелевским лауреатом. Можно и вам задать такой же вопрос? Хотелось бы узнать, вы играете на каких-то музыкальных инструментах? Я на аккордеоне играю, потому что в музыкальной школе учился по этому классу. Конечно, навыки со временем теряются, но тем не менее, если их восстановить, наверняка какие-то этюды, какие-то несложные произведения я сумею воспроизвести. Считаю, что вообще музыкальное образование, оно играет важную роль. И в том, как себя настроить, и в том, как суметь все дела успеть, и в школе обучаться, и в музыкальной школе. То есть это один из элементов гармоничного развития человека. Игорь Александрович, здравствуйте! Вы тоже в числе победителей, тоже получили грант президента. Расскажите, пожалуйста, на что вы потратите и какой проект у вас? Расскажите поподробнее. Я работаю в составе большого научного коллектива над созданием современного поколения, нового поколения канатных транспортных систем. Все мы знаем традиционные канатные дороги, сразу представляем, когда слышим слово «канатные дороги», горные склоны заснеженные, по которым летят вниз лыжники, сноубордисты. Но на самом деле вот такое поколение канатных дорог – это действительно опробованный, известный традиционный вид канатных систем. Но, естественно, жизнь и наука не стоят на месте. Мы работаем над новым поколением, которое позволит применить канатную дорогу не только в традиционных областях применения, в качестве транспорта на горнолыжных курортах или транспорта для туристов в каких-то там крупных туристических центрах. Но и новое поколение позволит внедрить канатные транспортные системы как городскую пассажирскую транспортную систему для перевозки пассажиров домой, на работу, по каким-то делам. Это первое направление. И второе направление – это мобильные канатные дороги. Дело в том, что большинство современных канатных дорог являются стационарными, то есть это капитальные сооружения на фундаментах. Естественно, они работают четко в определенном месте. Но вы знаете, что есть такой вид транспортных систем, машин, как автомобильные краны, которые позволяют перемещать грузы в каком-то нужном месте в течение короткого периода времени. И мы предлагаем вот такую новую систему. Насколько для вас важна такая поддержка государства? Все-таки сумма достаточно внушительная. Если ты работаешь над большим проектом, то ты постоянно участвуешь в грантах. И каждый грант – это, так скажем, новая ступенька в этом большом проекте. Поэтому без каждого гранта нельзя сделать следующий шаг вперед. Я могу сказать, что я благодарен президенту, что он действительно обращает внимание на молодых ученых. Создан такой важный и нужный институт грантов президента Российской Федерации. И не только за себя и за своих коллег могу сказать, что действительно для нас это существенная поддержка. Мы можем, во-первых, потратить эти деньги на создание каких-то опытных экземпляров, стендов, макетов. Мы можем посетить ведущие мировые центры, принять участие в научных конференциях, где просто показать свои идеи действительно ведущим специалистам. А это очень важно в науке, чтобы идеи тоже оценивали со стороны. Потому что мы знаем, что автор идеи всегда относится к ней как к своему ребенку, охраняет ее, бережет. А в науке на самом деле тоже важно в нужный момент найти правильный путь, отказаться от ненужного и выбрать нужное направление. Мы можем, опять же, за деньги гранта опубликовать свои работы в ведущих журналах, потому что, как правило, там требуются услуги перевода и оформления и так далее. То есть, действительно, это такой хороший, полезный для молодых ученых механизм. Это конкурс для молодых ученых. И хотелось бы немножечко о вас узнать поподробнее, сколько вам лет и как давно вы в научной деятельности. Мне 34 года. Я докторскую диссертацию защитил в 30 лет. Но, опять-таки, для некоторых может показаться это каким-то чудом. На самом деле, я начал заниматься наукой действительно с первого курса университета. И мы с моими коллегами, которые тоже многие уже стали кандидатами, докторами наук, всегда как бы были на передовой вот этой научной деятельности. Ездили на конференции, делали первые шаги в написании статьи. Потом, когда мы получили определенный опыт, тоже начали работать по заказам промышленных предприятий. Советую всем молодым ученым, как можно более активно двигаться, не бояться. Ну, естественно, ошибки тоже всегда бывают, от них никто не застрахован. Но я могу сказать, без ошибок нет побед. Поэтому надо пытаться, пробовать, и все получится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!